Леонид Пантелеев. Первый подвиг. Полковник Мережанов, командир гвардейской дивизии, кавалер орденов Отечественной войны Кутузова и Александра Невского, а с недавних пор еще и герой Советского Союза, в боях под Сандомиром был тяжело ранен и лежал на излечении в Энском тыловом госпитале. Я приехал туда, чтобы писать о нем книгу. Полковник уже выздоравливал, ему разрешено было ходить, и он много и с удовольствием ходил, опираясь на суковатую палку. Собирал ягоды и грибы, удил рыбу и даже пробовал играть на бильярде. Со мной он был очень вежлив и предупредителен, но боюсь, что особенной радости мой приезд ему не доставил, Как и все по-настоящему сильные и мужественные люди, Мережанов был скромен и неразговорчив. Пуще смерти не любил он рассказывать о себе, а я с утра до ночи заставлял его говорить и говорить именно о себе, о своих подвигах и переживаниях. Пока он ловил в реке шар Йорка окуньков и ершей, я выуживал из него подробности его боевой биографии. Он влез по грибы, и я за ним. Он сядет отдохнуть в гамаке или в каталке, и я пристраиваюсь рядом. В конце концов мне удалось собрать очень много материала, и мне казалось, что вся жизнь Мережанова от детских лет до той минуты, когда он прочел в известиях указ о присвоении ему звания героя, уже действительно собрана и лежит у меня в портфеле в четырех потрепанных и мелкоисписанных записных книжках. Только один факт в его биографии оставался для меня загадочным. У Мережанова было очень хорошее, умное, кореглазое русское лицо. Это лицо я бы не побоялся, пожалуй, назвать и красивым, если бы не безобразил его глубокий рубцеватый шрам, вследствие пулевого ранения, тянувшийся через всю левую щеку, от уха до краешка верхней губы. Я знал, что Мережанов был одиннадцать раз ранен, но о том, что он был ранен в лицо, он никогда мне не рассказывал. И в истории его болезни, с которой я познакомился в кабинете начальника госпиталя, я тоже не нашел никакого упоминания о таком ранении. Однажды вечером, когда мы сидели с Мережановым в саду, он в гамаке, а я возле него на пенечке. Я, как бы невзначай, между делом задал ему вопрос. — Скажите, полковник, я давно хотел спросить, откуда у вас эта царапина на щеке? — Где, какая? — спросил он, потрогав щеку. И вдруг нащупал рубец. Понял, о чем я спрашиваю. Помрачнел и как-то слишком поспешно и даже сердито, не глядя на меня, пробормотал. — Пустяки! Никакого отношения к вашей теме не имеет. Дело далекого прошлого. И, опершись на палку, он выбрался из гамака и сказал. — Идемте спать. Уже поздно. Больше я не решался его расспрашивать. Бывает же у всякого такое, о чем неприятно и не хочется говорить. — Ничего не поделаешь, — решил я. Тем более, что через несколько дней я должен был уезжать. И ведь надо же было так случиться, что именно в тот день, буквально за две минуты до отъезда, мне посчастливилось узнать тайну этого мережановского шрама. Вместе со мной уезжали из госпиталя два молодых офицера, фронтовики Брэм и Костомаров. Еще с вечера мы попрощались с товарищами и врачами, а утром чуть свет поднялись, уложили вещи и вышли на шоссе, поджидая машину, которая должна была доставить нас на пароходную пристань. Накинув на плечи серую больничную курточку, вышел нас проводить и полковник Мережанов. Солнца еще не было видно, еще лежала роса на траве, но вершины деревьев уже розовели и обещали хороший, ясный и спокойный августовский день. Машина долго не шла. Мы сложили наши вещи у дороги и сами расположились тут же маленьким лагерем. Мережанов по обыкновению молчал. Он лежал в стороне, покусывая какой-то цветок или травинку. Я тоже молчал. Зато молодые попутчики мои были возбуждены, много смеялись и говорили громко и наперебой. За дорогой в небольшой рощице, позвякивая колокольчиками, бродило колхозное стадо. Мальчик-пастух, которого я и раньше встречал в окрестностях госпиталя, то и дело высовывал из-за кустов свою белобрысую голову и поглядывал в нашу сторону. Видно было, что ему хочется подойти к нам и заговорить. Да не хватает храбрости. Но все-таки он подбирался все ближе и ближе. Наконец вышел на дорогу, постоял, посмотрел, сделал еще два-три шага, неловко поздоровался и, не дожидаясь приглашения, сел у края дороги, подогнув под себя босые ноги и положив рядом свой длинный пастушечьий кнут. Минуту он сидел молча, разглядывая ордена и медали моих спутников и не очень внимательно прислушиваясь к их разговорам. Потом вдруг тяжело вздохнул, покраснел и сказал, «Я извиняюсь, товарищи военные, можно вопросик задать?» «Какой вопросик?» «Можно», — ответили ему. «В общем, я вот чего хотел», — проговорил он, волнуясь, шмыгая носом и еще более краснее. «Я уже давно думал, с кем бы мне посоветоваться. Не скажете ли вы мне, товарищи, как бы мне, ну, одним словом, подвиг совершить?» Трудно было удержаться от смеха. Все мы громко и от души расхохотались. А мальчик еще больше смутился до того, что слезы у него на глазах показались. И сказал, «Да нет, вы не думайте, я ведь это серьезно». «А тебе что, так уж обязательно хочется совершить подвиг?» «Ага», — кивнул он, — «обязательно». «Ну, так зачем же дело стало?» «А вот затем и стало, что никакой возможности нет в моем положении подвиг совершить. Сами подумайте, где же его тут у нас совершить?» «Фронт от нас далеко, километров, я думаю, тысячи две. Плюсов тоже нет. Хоть бы граница какая-нибудь была, и то и нету». «Глупость, мой дорогой», — сказал лейтенант Брэм. «Чтобы совершить подвиг, вовсе не обязательно ездить на фронт или открывать полюсы. В любом деле можно проявить и отвагу, и мужество, и принести пользу родине». «Да, это, конечно», — рассеянно кивнул мальчик, «это я читал». Слова лейтенанта его нисколько не утешили. Обо всем этом он уже слыхал, небось, много раз и от учительницы, и от матери, и в книжках читал. И все это были для него пустые слова. А ему, наверное, в самом деле до смерти охота совершить какой-нибудь громкий и небывалый подвиг. «Ну что ж», — сказал он, подбирая свой кнут и поднимаясь, «Ладно, пойду». «Простите, коли так, что побеспокоил». Он постоял, помолчал, почесал в затылке и уже другим голосом, более весело и развязно сказал, «Может, тогда хоть папиросочкой угостите, а?» Кто-то из нас, засмеявшись, дал ему папиросу и прикурить тоже дал. И при этом, конечно, как это всегда бывает, не удержался, чтобы не сказать. «Маленький такой, а куришь! Ай-яй-яй!» «Эвана», — сказал мальчик басом, выпуская из ноздрей дым и морщаясь от крепкого табаку, «я уж, вы знаете, четвертый год курю». «Ну и дурак, нашел чем хвастать, вредно ведь». «Ну да», — усмехнулся он, «это только так говорят, что вредно. А сами-нибудь все курите? Военные вообще все курят». «Да, ты думаешь? А я вот, представь, себе не курю», — это сказал Мережанов. Он действительно не курил и даже табачного дыма не выносил. Мальчик мельком небрежно посмотрел на его серую курточку и сказал, «Ну так что ж, ведь вы же зато не военный». Опять мы расхохотались. Пришлось объяснить мальчику, кто такой Мережанов, но оказывается, что он лучше нас знает, кто такой Мережанов. «Нет, верно?» Воскликнул он, и заблестевшие глаза его так и впились, полковника. «Это вы?» «Я», — с улыбкой отвечал Мережанов, «это вы в прошлый год на бочках через Днепр переплыли, помните?» «Ну как же, помню немножко», — сказал Мережанов. «А под Житомиром это вы два батальона немецкой пехоты окружили?» «Э, брат, да-то я вижу какой-то вроде колдуна. Все-то ты знаешь. Ничего от тебя не скроешь. Ну, тебя», — махнул рукой полковник. Мальчик опять присел на корточки и во все глаза смотрел на знаменитого человека, о котором он небось и в газетах читал, и по радио слушал. «А почему же вы не курите, товарищ Мережанов?» — спросил он. «Почему не курю?» «Не хочу, потому и не курю. И раньше никогда не курили». Полковник не сразу ответил. Мне показалось, что лицо его помрачнело. Внезапно он сел, как будто собираясь рассказывать что-то, посмотрел на мальчика и спросил. «Тебе сколько лет?» «Одиннадцать». «Ну да, правильно», — сказал Мережанов. «И я тоже начал дымить приблизительно в этом же возрасте. И дымил, представь себе, как паровоз, двадцать три года подряд. А потом?» «А потом взял и бросил. Доктор, небось, велел». «Нет, доктора тут вовсе ни при чем. Конечно, курение приносит вред и легким, и печени, и селезенке. Все это истинная правда. Но если бы дело было только в какой-нибудь там печенке, Может быть, и не стоило бы бросать курить. А я убежден, что военному человеку вообще курить не стоит. Особенно летчику, разведчику, пограничнику». Мережанов помолчал, посмотрел на маленького пастушонка, Который неловко пускал из ноздрей дым, И сказал, «Ладно, так и быть, слушай, расскажу тебе, чего со мной табак наделал. И вам, товарищи офицеры, тоже полезно будет послушать». В тридцать шестом году служил я в пограничных войсках. Был я тогда лейтенант и состоял в должности заместителя начальника погранзаставы. На какой границе и где, это не важно. Только скажу вам, что места эти отчаянно глухие. Лес до болота и ничего больше. В лесах этих водилось очень много дичи, еще больше комаров. А зато людей там было очень немного. И люди эти были по преимуществу староверы, Или, как их называли когда-то, раскольники. Народ, между нами говоря, весьма положительный, Трудолюбивый, не пьющий и не курящий. Но насчет выпивки не поручусь, может, и выпивают слегка. А вот что касается курения, это нет. Курение у них считается за высший грех. Табак они даже не табаком, а зельем именуют. А зелье по-старославянски означает яд. Жили они, эти староверы, в то время как-то на отшибе, на хуторах. С остальным населением не якшались. Молились в своих молельнях. Ели и пили из своей посуды. Ну да ведь это, как говорится, дело их совести. Были, конечно, среди них кулаки и другие враждебные элементы. Но тех давно уже попросили об выходе. А в остальном, я говорю, народ был подходящий, трудовой. И жили мы с ними в общем в мире и согласии. И только один человек на всем нашем участке был у нас на подозрении. Это была одна женщина по фамилии Бабылева. У нее двоюродный брат, некто Филонов, раскулаченный. В тридцать первом году бежал за границу. Там его очень быстро завербовала немецкая военная разведка. И за три года он несколько раз переходил нашу государственную границу. Это был очень ловкий и очень опасный враг. В 1935 году он среди бела дня застрелил из обреза учительницу Скворцову. Наверное, вы помните этот случай? Не помните? Ну ладно, я напомню. Учительница эта была коммунистка и депутат совета. У Филонова с нею были какие-то старые счеты. Она его когда-то раскулачивала и писала о нем в областную газету. Так вот, этот Филонов, я говорю, среди бела дня пришел в деревню. В школе в это время шли занятия, и учительница что-то писала ребятам на доске. Он распахнул окно, выпустил в упор всю обойму и, поминая, как звали. Его ловили, устраивали на него целые облавы. Он, как уголь, сквозь пальцы у нас проскальзывал. И вот однажды мы получаем агентурное сведение, что Филонов опять собирается перейти границу, что идет он с очень важным и ответственным заданием в Москву, и что у него явка на одном из хуторов в нашем районе. Между прочим, в то время я еще не знал, что Бабылева — родственница Филонова. Пограничник я был молодой, на заставе служил первый год, но у меня уже и тогда были серьезные основания посматривать на эту женщину с подозрением. Бабылева жила на хуторе одна. Это была уже очень дряхлая старуха. Она ни с кем не виделась, никуда не ходила, и мы о ней до поры до времени ничего дурного не думали. Но один раз, возвращаясь из лесу с какого-то задания, я зашел к ней на хутор напиться воды. Поила она меня из особого стакана, из которого сама не пила. Такая посуда для посторонних. У них называется поганой. Стакан этот был завернут в старую скомканную газету. Случайно я взглянул на эти бумажные ошметки и увидел, что газета эта, ну, одним словом, не наша, иностранная. Спросил старуху, откуда у нее. Говорит, не помню, кажется, в лесу нашла. В общем, это звучало правдоподобно. В деревне, как вы знаете, бумагой, даже каждым клочком ее дорожат. А найти иностранную газету в лесу, где ходит всякая сволочь, в наших местах нетрудно. И все-таки я сообщила в своем открытии начальнику. Он тоже решил, что пустяки. Однако за этой бабулевой мы стали с тех пор послеживать. Правда, ничего особенного не выследили. Но подозрение как-никак осталось. А когда мы получили сведения, что у Филонова явка на нашем участке, и когда я узнал, что бабулева родственница Филонова, для меня вся картина сразу же стала ясной. Правда, в этом случае мне помогло еще одно маленькое обстоятельство, о котором я не имею права рассказывать. Но факт тот, что я пришел к точному и определенному заключению, что Филонов после перехода границы должен будет остановиться на хуторе у бабулевой. И тут я, как говорится, угадал с точностью до одной сотой миллиметра. Я доложил о своих соображениях начальнику. Тот сообщил в штаб отряда. Меня вызвали в город, и там я получил задание. На свой страх и риск провести эту серьезную и ответственную операцию по поимке Филонова. Для меня это был экзамен на боевую воинскую зрелость. Не люблю хвастать, но должен сказать, что операция была разработана у нас по всем правилам искусства. Накануне вечером, то есть накануне того дня, когда ожидалось появления Филонова, мы вызвали Евдокию Бобылеву на заставу, и там, уже не помню, под каким благовидным предлогом ее задержали. А тем временем на хуторе у нее произвели обыск. Ничего такого умопомрачительного не нашли. Ни оружия, ни взрывчатых веществ, ни карт каких-нибудь, но и того, что было найдено, оказалось достаточным, чтобы нас не мучила совесть, будто мы ни за что, ни про что потревожили на ночь глядя бедную одинокую старушку. Нашли мы у нее там отрез заграничного, правда, очень дешевенького сица, баночку, тоже заграничного, лекарство от ревматизма. И самое главное, нашли профсоюзный билет на имя Василия Федоровича Пыжова. А мы знали, что под этой фамилией позапрошлом году Филонов приходил в Советский Союз. Попросили объяснение у Бабылевой. Старуха поломалась, поломалась, а потом расплакалась, раскудахталась и вынуждена была признаться, что Филонов, ее двоюродный брательник, действительно бывал у нее не один раз, что последний раз он был у нее в прошлом месяце, и что в скорости опять обещал прийти и обещал принести ей вязальных иголок и цветной шерсти. Этих гостинцев она, разумеется, не получила. В тот же вечер ее взяли под замок. А нам теперь оставалось только не прозевать Филонова. И вот тут-то мы, как говорится, и... Товарищ полковник, машина идет, перебил Мережанова лейтенант Брэм. — Что? Где? Какая машина? — закричал маленький пастушонок. Он уже увлекся рассказом Мережанова. Глаза у него блестели, сидел он как на пружинках. И стоило полковнику задуматься или замедлить рассказ, как он уже начинал ерзать и подпрыгивать, словно его муравьи кусали. Теперь он вскочил и с неподдельным ужасом смотрел туда, где в облаке, розовеющей на утреннем солнце пыли, и в самом деле шла, приближаясь к нам, высокая грузовая машина. Но оказалось, что это не наша машина. С тяжелым веселым грохотом она промчалась мимо. На огромной светло-зеленой горе капустных кочанов сидели, обнявшись, две девушки, и громко, стараясь перекричать грохот мотора, пели. Проезжая мимо, они запели еще громче. Потом закричали что-то, и одна из них долго махала рукой, пока машина не скрылась за поворотом. Мальчик облегченно вздохнул, засмеялся и поспешно пристроился на своем прежнем месте, у ног Мережанова. — Ну, ну, а дальше чего? — затеребел он полковника. Но Мережанов опять задумался. Казалось, он не видел ни нас, ни мальчика, ни веселого шумного вихря, который промчался мимо. — Да, — проговорил он, наконец, тряхнув головой. — Оставалось, я говорю, ловить Филонова. Перед нами стояла, казалось бы, не очень сложная задача — поймать зверя в западне. Которую он сам себе устроил. Ну что ж, я сделал все, что требовалось для этого. На всем участке, где нужно и можно было, я расставил усиленные пикеты пограничников. Я связался по телефону с соседними заставами. Там тоже была усилена охрана участков. На себя же я взял самую серьезную и ответственную часть задачи. Я решил сам лично сесть в засаду на Бабылевском хуторе. Пошел я туда без лишнего шума. Никому, кроме начальника, об этом не сообщил. И взял с собой одного только человека. Это был сержант Алиханов. Азербайджанец, чудесный парень, необыкновенный смельчак, у которого на счету было более двадцати задержаний. Это значит, что он сам лично задержал и обезвредил больше двадцати врагов нашей родины. Мы оба хорошо выспались, встали задолго до рассвета, часа в два ночи, плотно позавтракали и пошли на хутор. Я хорошо помню эту ночь. Моросил дождь. Для Филонова это было, конечно, очень кстати, потому что дождь, как вы знаете, и следы смывает, и шорохи скрадывает. А пограничникам наоборот. В такую погоду работать не приведи, Господи. Но да ведь мы собирались ловить его не на улице. Нам тоже это было на руку, что следов не оставалось. В избе Бобылевой еще с вечера был наведен полный порядок. Никаких следов обыска. Наоборот, все как полагается. В углу перед иконой лампадка теплится. На полу половички разосланы. У входа ведро с водой, на столе кринка с молоком, и ситечка лежит, как будто старуха ушла на погреб и вот-вот вернется. Одним словом, нужно было садиться и ждать гостя. Мы так и сделали. Я сел за полоком возле печки, где у старухи стояла постель и висела одежда. Это было очень удобное для маскировки и для наблюдения места. А мой напарник устроился в противоположном углу, около двери. Там стоял такой небольшой черненький шкафик, или, как у них это называется, горка, для посуды и для хозяйственной утвари. А дверей Лиханов был отгорожен, а я его видел. И он меня тоже мог видеть, потому что полок был с этой стороны слегка раздвинут. Ну вот, что ж тут рассказывать. Сели и сидим. Оружие в руках держим. Сидим, как положено. А положено в таких случаях сидеть молча. Не шевелиться, не двигаться, не кашлять, не сморкаться. А если можно, так и не дышать. Занятие, конечно, скучное. Да только что ж, нам не привыкать. Сидим час, другой, третий. На дворе уж последние петухи пропели. Уже светать начинает. Тогда у нас, между прочим, на границе такое правило было, что в пограничных поселках окна, выходящие на западную сторону, должны были с наступлением темноты закрываться ставнями. Так вот уж сквозь эти ставни мы видим, как на дворе Божий день занимается. Еще сколько-то часов проходит. Мы сидим, не шевелимся, не дышим. И такая, вы знаете, тишинища вокруг, что даже в ушах звенит. Только слышно, как тараканы где-то за печкой путешествуют, как дождь за окном шумит, и как лампадка в углу перед спасом нерукотворным потрескивает. Сначала я каждые пять минут на часы поглядывал, а потом запретил себе, дал за рог. Если раньше, чем через час погляжу, значит, никуда не годится, значит, выходит, что я тряпка, и у меня никакой воли нет. Но и часы бегут, как минуты. Не успеешь поглядеть. Час, и еще час, и еще один. Закусили мы перед уходом, как я уже говорил, довольно плотно, а все-таки уж опять и есть начинает хотеться, а еще больше курить хочется. Я по себе чувствую, особенно мне Алиханова жалко. Гляжу на его толстый армянский нос, как он уныло повис, и прямо, вы не поверите, плакать хочется. Эх, думаю, братец ты мой Алиханов, затянуться бы тебе сейчас один хороший разок беломорчиком. Небось, моментально бы твой нос прежний боевой вид принял. А он, как будто, вы знаете, мысли мои услышал. Вдруг вижу, зашевелился, и рукой мне какие-то знаки делает. Что? Вижу, сует палец в рот, потом руку к сердцу приложил, глаза, как сумасшедший, выкатил, и головой мотает. Дескать, умираю, терпенья нет, до чего курить охота. А я что ж, говорю, нет, головой качаю, нельзя, дескать. А сам думаю, а что в самом деле? Разве и правда выкурить одну штучку на двоих? Никакой ведь опасности в этом нет. Окна ставнями закрыты, не видно. А то и так и в самом деле можно с ума сойти. Без курева у курящего человека и голова плохо работает. Одним словом, стал себя всячески убеждать, что покурить необходимо, что вреда от этого нет, что запрещению курить на посту одна проформа, что, дескать, на воле, в лесу или на открытой местности там действительно недопустимо, а здесь... И все-таки я довольно долго боролся с этим дьявольским искушением. Я терпел сам и Алиханова заставлял терпеть. Но тут произошло одно маленькое происшествие, одна сущая мелочь, которая, собственно, нас и погубила. Короче говоря, перед иконой погасла лампадка. Она уже давно не горела, а так, как говорится, на ладан дышала. Масло в ней выгорело. И вот наступила минута, когда она замигала, замигала, вспыхнула напоследок ярким светом, и сразу же в комнате наступила полная тьма. Только сквозь ставни в комнату пробивались жиденькие лучики. Ну, а они с каждым часом становились все бледнее и бледнее. На улице темнело, шел дождь. Теперь уж я не мог и во времени ориентироваться. Сначала еще кое-как разбирался, пока не так темно было. А потом и часы мои оказались бесполезными. В темноте, как вы знаете, еще труднее сидеть в засаде. Только, очутившись в полном непроницаемом мраке, ты начинаешь понимать, как, собственно, много у тебя было развлечений, пока не померк свет, пока хотя бы мигала и освещала избу вот такая убогая лампадка. Можно было смотреть на Алиханова, можно было следить за тараканом, который безуспешно пытался форсировать какую-то щель в обоих на стене. Можно было, наконец, рассматривать вещи и думать о каждой из них, как она сюда попала, кто ее мастерил и так далее. А от этого, от того, что нет никаких развлечений, время идет в темноте еще медленнее, и голова как-то тяжелеет, и курить еще больше хочется. Было уже совсем темно, когда я решил посмотреть на часы. Нужно было зажечь спичку. Конечно, я сделал это с предосторожностями. Мало того, что я находился за пологом, я залез еще под кровать, и там, в самом укромном уголке, закрываясь руками и полами шинели, я зажег спичку. Посмотрел на часы. И, вы знаете, даже испугался. Было уже восемь часов вечера. Следовательно, выходило, что мы просидели с Алихановым в засаде уже семнадцать с половиной часов. Спичка моя погасла, и я хотел уже выбираться из-под кровати. Вдруг слышу в темноте эдакие робкие, жалобные, необыкновенно хриплые от долгого бездействия голос Алиханова. «Товарищ лейтенант, оставьте!» Я не сразу сообразил, что это он меня покурить просит оставить. Значит, он все-таки заметил огонек, видел, как я зажигаю спичку, и решил, что я закуриваю. Может быть, вы мне не поверите, скажете, что я лицемерю и себя оправдываю, но вот честное слово мне до смерти Алиханова жалко стало. Я думаю, человек ждет, надеется, уж у него все жилки от нетерпения трясутся. А я ему что, фигу покажу? Нет, думаю, это не по-товарищески, не по-солдатски. Э, думаю, в конце концов, чепуха, одну штучку можно. Вынул беломор, зажег с теми же предосторожностями одну спичку и закурил. Покурил, накачался дымом и стучу Алиханову на условном языке, каким мы в засадах между собой переговариваемся. Дескать, иди ко мне. Он ждать себя не заставил. Без труда меня разыскал, заполз под кровать и докурил мою папиросу. Никогда не забуду, с каким наслаждением он крякал и покашливал. Эх, Алиханов, Алиханов, не думал я тогда, что эта папироса последняя в его жизни. Полковник тяжело вздохнул, подумал немного и покачал головой. Да, Алиханов, я говорю, покурил, затоптал как следует свой окурок, ни слова не сказал, только вздохнул с облегчением и вернулся к себе за свой шкафик. И вот опять потекли бесконечные и томительные часы и минуты. Прошло, вероятно, еще пять или шесть часов. Уж не буду рассказывать, какие меня за это время мысли одолевали. Одним словом, дело дошло до того, что я решил плюнуть и уходить из засады. Конечно, было обидно, а что поделаешь? Бывают и не такие неудачи в жизни. Я дал себе срок, сосчитаю до пяти тысяч, и если ничего не случится, уйду. Стал я потихоньку считать. Раз, два, три, пять, десять, пятнадцать, двадцать. И вот представьте, не успел и до одной тысячи сосчитать. Слышу во дворе хлоп, калитка стукнула. Я сразу и со счета сбился. И спать мне моментально расхотелось, и голова сразу ясная, как стеклышко стало. Слышу. Мой Алиханов затвор у своей винтовки легонько потянул. Значит, и он тоже услышал. Сидим, и уж на этот раз и в самом деле дышать боимся. Одними ушами работаем. Слышим, идет кто-то. Остановился. На крыльцо поднимается. Распахнул дверь. Вошел. Одну только секунду у порога постоял, и вдруг в темноте бах-бах! Пять винтовочных выстрелов. Я как раз в этот момент голову нагнул, к прыжку приготовился. Мне по щеке полоснуло. И я даже выстрелить не успел. Слышу, дверь уж опять хлопнула. Все-таки я успел выбежать за ворота и выпустил наугад в темноту несколько пуль. Но это уж так, для очистки совести. Никакого смысла в этом уже не было. Пилонова и след простыл. Ловили его всю ночь, весь лес прочесали. Все закоулочкой обыскали и не нашли. Как говорится, в воду подлецкану. «А что, Алиханов?» перебил полковника мальчик. «Алиханов был убит на повал», ответил полковник. «И не только я, но и остальные заметили, как дрогнул его голос. Когда мы вернулись на хутор, он уже не дышал. Как видно, этот смелый парень после первого выстрела Филонова еще успел выскочить из своего укрытия, потому что тело его нашли не за шкафом, а посредине избы. Он и мертвый крепко держал свою винтовку, и палец его лежал на спусковом крючке. По-видимому, он приготовился стрелять в тот момент, когда его настигла шальная филоновская пуля. «Послушайте, товарищ полковник, так в чем же дело? Чем же вы себя демаскировали? Почему Филонов так уверенно стрелял? Что он, шум или шорох какой-нибудь услышал?» «Какой шум? Я же вам говорю, что мы сидели как мертвые. Никаких шорохов, кроме тараканных шагов, он услышать не мог. А в чем было дело? Это уж после, месяца через полтора, выяснилось. Филонов, как и следовало ожидать, в конце концов засыпался. Где-то в глубоком тылу он был арестован и на допросе дал показания, в том числе и по данному случаю. Я тогда только что из госпиталя вышел. Меня вызвали в город к начальству, и там я имел не очень большое удовольствие познакомиться с этими филоновскими показаниями. В этих показаниях все выглядело очень просто, даже, я вам скажу, до обидного просто. Оказалось, что нас погубило не что иное, как табачное зелье. Филонов по происхождению был тоже из староверов, он и сам не курил, и нюк у него на этот счет был очень острый. Когда он вошел со двора в избу, стоило ему только повезти ноздрями, и он сразу же понял, что дело неладно. Сразу же, как говорится, оценил обстановку и сделал выводы. Вот и все. Конечно, за эту историю я получил от начальства очень строгий выговор. Да только что ж выговор! Я и сам себя распекал не жалеючи. Я был сердит на себя как никогда в жизни. Ведь мало того, что я Филонова из рук выпустил, я своего человека погубил. Ведь Илеханов-то мертвый, и его не вернешь. Подумайте только, дикость какая! Из-за какого-то зелья, из-за какой-то дурацкой сушеной травки погиб человек. Я шел тогда из штаба отряда на станцию, чтобы ехать обратно на заставу. Переходил через какой-то мост. И тут на мосту я и пришел к этому решению. Я вынул из кармана папиросы и бросил их в воду. И с тех пор, как говорится, США. Восемь лет уж прошло, и за эти восемь лет я ни одной штучки не выкурил. И не хочется? С интересом спросил мальчик. Ну, братец ты мой, усмехнулся Мережанов. Хочется или не хочется, это военная тайна. Ничего не скажу. Первое время трудно было. Особенно, если принять во внимание, что я в таких расстроенных чувствах находился. Но зато я считаю, что это был мой первый и по-настоящему серьезный подвиг. Полковник улыбнулся и положил руку мальчику на плечо. Вот, милый друг Ваня, сказал он, если уж тебе действительно так хочется совершить подвиг, пожалуйста, бери с меня пример, бросай курить. Для начала будет неплохо. Да, конечно, сказал мальчик, и я заметил, как он смущенно спрятал за спину папирусный окурок, который за минуту до этого прикуривал у лейтенанта Брема. Внезапно он насторожился и навострил уши. «Машина идет», объявил он. На этот раз это была наша машина, маленький, тесный, как колыбель Виллис с открытым верхом. Мы с трудом разместили наши пожитки в этом игрушечном автомобильчике, попрощались с Мережановым и с мальчиком, сели и поехали. У поворота я оглянулся. Мережанов, высокий, широкоплечий, стоял, опираясь на суковатую палку. Немного поодаль стоял мальчик-пастух. Я видел, как он за спиной Мережанова затянулся, пустил дым, потом посмотрел на окурок, поплевал на него и бросил. Мережанов что-то крикнул нам раскатистым басом и помахал рукой. Потом машина свернула направо, и оба они скрылись из наших глаз. Я долго думал о Мережанове, обо всем, что он нам рассказал сегодня, и об этом мальчике тоже. Я не знаю, навсегда ли он бросил курить, или только окурок бросил, но если он действительно бросил эту дурную привычку, он сделал очень большое дело. Мережанов, конечно, правду сказал, не в легких и не в печенке дело. Дело в том, что если мальчик сегодня сумел побороть в себе эту маленькую страстишку, кто знает, какие подвиги, громкие и высокие, он совершит впереди. Он и на полисе, если нужно, побывает, и на бочке Днепр переплывет, и на горячем коне поскачет впереди полков и дивизий, и мало ли других славных дел на пути у каждого мальчика. Я думал о нем, и мне показалось, что я уже вижу на его груди золотую звезду героя, а маленькая наша машина, подпрыгивая, катилась по шоссе, и навстречу нам уже тянуло прохладой от большой и широкой реки, по которой нам предстояло плыть.